Привет-привет, дорогие подписчики и всем, кто смотрит мои видео. Вы приобрели сравнительно не так давно новый автомобиль, и у вас не имеется запаска. Странно, но многие автомобилисты на данный вопрос не смогли ответить, особенно в случае, если машина приобреталась менее месяц назад. На всякий случай, если нет запаски, и вдруг колесо спустили далеко от города, даю шпаргалку, как можно действовать. Шутка, конечно. Сначала, недавно, автопроизводители вместе с полноценной запаской стали укомплектовать машины так называемыми «такатками». А сейчас вообще отказываются оснащать машину с запаской. Для некоторых автомашин отсутствие запасного колеса не является значительной проблемой для обладателя, потому что кое-какие высококлассные, и автомобили оснащаются особой резиной «Ранфлат», о которых мы говорили в прошлом видео. И на этих резинах при проколе можно проехать еще 30-50 километров. Но, к сожалению, немногие модели автомобилей имеют такие высокотехнологичные покрышки. В чем причина и зачем многие современные автомобили производятся без запасного колеса? Причина отказа автопроизводителей от запасок по сути всего одна. Стремление стелять машину более экономичной. Полноценное запасное колесо или «такатка», а также тамград и баллонный ключ, необходимые для замены колеса, весят достаточно много. При этом, чем меньше масса машины, тем меньше двигатель расходует при прочих равных топлива. В среднем запасное колесо весит около 13,5 килограммов. Когда речь идет о топливной экономичности, то учитывается каждый килограмм. Содача автомобильной компании снизит расход корючего у нового автомобиля. Ну и многие скажут, неужели 30 килограммов лишнего веса дает значительное увеличение топлива? Если учесть, что машина целый год должна таскать эти 13 килограммов, то мы получим разницу в расходе топлива около 100 литров. Может и больше. Но и может и меньше. Пишите в комментариях ваше мнение. 100 литров бензина не так уж и мало. Если в 2006 году только 6% моделей не имели запасного колеса, то в текущем году эта цифра соответствует уже 36%. В таких автомобилях вместо запаски используется шинный ранфлат или ремкомплект для устранения прокола колеса. В ходе исследования компании Американ Автомобили Ассоциацион выяснилось, что только каждый пятый водитель в возрасте от 18 до 34 лет знает, как менять шину. При этом 90% более возрастных водителей от 35 до 54 лет такой навык имеют. Согласно официальной статистике полиции США, без запасного колеса каждый день ездит более 36% водителей. Такие исследования и статистика производителям автомобилей еще увеличивает убеждение и диктует, что запасное колесо не так и важно в машине. Кроме того, все это еще маркетинговый шаг. Компания этим сообщает и хвастается, что вот, посмотрите, мы выпускаем машины без запасного колеса и наши машины все равно надежнее. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом. Само собой разумеется. Какой автомобиль приобрести решать вам. Кто-то может вместе за наличие запасного колеса позвать в мобильный шинемонтаж, либо эвакуатор. Основное, чтобы вы знали, имеется ли в вашем автомобиле запасное колесо, либо ремкомплект для ремонта резины. Так как лучше готовиться к проколу колеса, чем определить на дороге, что ваша модель не комплектуется с запасным колесом. Ну и в конце видео, пожалуйста, подписаться на канал. Жмите колокольчик, палец вверх и спасибо всем за внимание. Ждите новые видео.